Друзья всем привет с вами AndyVax и сегодня мы будем говорить о плагинах от итальянской компании IK Multimedia Custom Shop T-Rex. Сегодня обзор будет не обычный это скорее можно назвать тестированием я буду говорить только о тех плагинах которые мне интересны которые классно звучат про те плагины от IK Multimedia которые мне не интересны я говорить сегодня не собираюсь чтобы не тратить ваше время также сегодняшнее видео интересно тем что это будет больше тестирование сравнение IK Multimedia с плагинами от конкурирующих компаний Slate Digital и Universal Audio ну что ж давайте разбираться who is who кто лучше поехали итак давайте начнем а начнем мы с очень интересного прибора эмуляция NIV-33609 компрессора IK Multimedia назвали его T-Rex Precision Comp Limiter на самом деле все эти органы управления они есть и в эмуляции от Universal Audio и в оригинальной железки и вспомню что было два года назад я тестировал железку 33609 по сравнению с плагином и звучание плагина на сто процентов повторял звучание железного NIV-33609 это меня поразило но это факт поэтому сегодня мы будем использовать плагин от Universal Audio как reference и давайте же послушаем звучание этих двух приборов обращаю внимание что все плагины которые сегодня буду рассматривать тестируются в режиме повышенного качества функция oversampling включена ну что сразу заметно моему уху надеюсь и вашему тоже это то что на низких частотах я показываю что все равно у универсал аудио искажений больше и релиз работает немножко по другому но как видите даже при таких адских настройках слышно что характер работы он очень схож ну что могу сказать IK Multimedia отличная работа а мы двигаемся дальше итак двигаемся дальше а дальше у нас эмуляция легендарнейшего эквалайзера NIV-1073 эмуляция от Slate Digital от Universal Audio и от IK Multimedia под названием T-rex AQ-73 а сейчас давайте слушать а 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 ну что я могу сказать тут конечно же не радикально я вмешивался в звук если вот между IK Multimedia и Watt я практически не слышу разницы я бы сказал что идентично работают можете со мной поспорить но в случае со Slate Digital явно слышно что эквалайзер гораздо сильнее вмешивается в звук и это особенно слышно вот на высоких частотах этот шельф он довольно сильно воздействует на звук и даже приходится немножко прибрать его да если здесь у меня на 8 децибел добавлен шельф здесь я добавляю там на шесть с половиной и все равно немножко язвительно это звучит и не скажу что это плохо характер звучания ниф эквалайзера FGN плагин передает замечательно однако вот стопроцентной эмуляции да мы здесь не наблюдаем ну давайте же двигаться дальше ну и вот битва титанов и титаников в прошлый раз когда я рассказывал про Blue серию от Slate Digital я уже делал тесты сравнивал 1176 Waves IK Multimedia и хочу сказать что Slate Digital и Fabrice Gabriel в частности провели просто потрясающую работу звучит теперь эта линейка эмуляторов 1176 просто превосходно давайте же сравним звучание T-rex Black 76 плагин от Slate Digital и плагинов от Universal Audio здесь у меня новая линейка 1176 Anniversary Edition и также здесь будет присутствовать Legacy старая версия плагина 1176 что ж давайте слушать слушать музыка видно что откалиброванные ручки по-разному и индикаторы в разных плагинах можете обратить внимание здесь у нас input стоит на 12 здесь на 16 здесь на 12 здесь вообще на 10 почти и чтобы звучание плюс-минус не отличалось индикатор срабатывал плюс-минус одинаково приходится input и output корректировать поэтому эти ручки устанавливаются не одинаково что касается характера то мне показалось что IK Multimedia и Legacy 1176 звучат очень очень похоже друг на друга я бы сказал что звучание Slate Digital черного оригинального FG116 выбивается из общей картин но в принципе характер компрессии характер искажений он здесь присутствует и от себя добавлю что как-то раз на спор я полностью свел проект используя только этот компрессор и был просто таки удивлен потому что все звучало очень адекватно там где нужно было уплотнить звук добавить гармоник я накручил побольше input добавлял побольше таким образом гармоник там где мне нужно было просто украсить звук я нажимал эту кнопку off да и тогда компрессор отключался и мы просто окрашивали сигнал гармониками и скажу что это действительно крутой плагин и он стоит своих денег ну а теперь давайте двигаться дальше а дальше у нас несколько плагинов от API это API550 эмуляция или AQPB и API560 или AQPG если вы фанат звучания API а я знаю людей которые на дух не переносят API и обожают звучание NIF или SSL тут как бы дело вкуса чем мне нравятся эти плагины во-первых если мы этот плагин используем в insert без каких-либо корректировок он каким-то удивительным образом обогащает наш звук гармониками мне очень нравится как он работает обратите на это внимание пожалуйста добавляется плотность низкие частоты как-то более пробивно звучат что касается AQPG или API560 тут также мы прослеживаем окрашивание звучания и вот эти вот частоты производитель оригинального прибора определил очень точно и очень удобно ими пользоваться так как вы будете стро так что да 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 Субтитры сделал DimaTorzok Очень приятно работает этот эквалайзер, ну а теперь давайте двигаться дальше, и дальше у нас лимитеры, IK Clipper, T-rex CS Brickwall Limiter и новый плагин T-rex CS Stealth Limiter. Вкратце хочу сказать про эти два прибора, в принципе можно их использовать естественно и на каналах и даже попробовать использовать вот приблизительно с такими настройками на мастере, мне нравится как он работает. Однако новая разработка, она превзошла оба этих плагина, когда дело касается ремитирования на мастер секции, здесь у нас есть несколько режимов, мне очень нравится режим балансный и режим гармоники 2. Это звучит еще более насыщенно, чем сбалансированный режим. Что еще хочется заметить, ну здесь есть D-drink, который лично я никогда не использую в танцевальных треках, вы можете с этим спорить, тем не менее. И SPL или защита от inter-sample пиков. Вы спросите, что же это за страшные такие пики, и почему от них нужно защищаться. Можно долго об этом рассказывать, ну давайте приведу пример. Я практически во всех своих треках сейчас использую на мастере вот такой плагин, который в принципе теоретически для лимитирования, для максимизации не предназначен, особенно на мастер-шине. Однако вот с такими вот параметрами я использую его на мастере, и обратите внимание на то, что сейчас будет показывать нам индикатор пиков. В цифре мы наблюдаем значение минус 0,4, хотя здесь установлено минус 0,3, тем не менее ситуация, ну прям как в том фильме. Видишь суслика? Нет, и я не вижу. А он есть. Хоть мы в цифре и не наблюдаем искажений, при прослушивании вот этого вот микса, который мы сохраним, при конвертации из цифрового формата в аналоговый, эти пики могут появиться. И вот для этого IK Multimedia и очень много других разработчиков, в частности Vizotope Ozone 7 в максимайзере, это есть, придумали вот такую вот кнопочку InterSample Peak Limiter. Это позволяет избежать пиковых искажений при конвертации цифры в аналог. По факту, если честно, в современной музыке, при современных громкостях, мне кажется, это все надуманные вещи. Хотя математики и теоретики вполне могут со мной поспорить. Я не настаиваю, просто рассказываю о том, что я вот на мастере использую вот такие вот настройки. Меня InterSample Peaks совершенно не пугают. Поехали дальше. А дальше у нас эквалайзеры Pultec, которые я к своему стыду и к вашему удивлению практически никогда не использую. Мне никогда не нравился мыльный характер звучания этого эквалайзера. Не говоря уже о том, чтобы его использовать на мастере, ну можно, конечно, попробовать обогатить гармониками сигнал, что мы сейчас и сделаем. Ну, тем не менее, лично я не фанат Pultec. Однако, давайте сейчас сравним, как звучит эмуляция от Universal Audio и эмуляция от IK Multimedia. Я слышу немножко другой характер звучания высоких частот в верхней и середине, но в принципе это где-то 80-90% соответствия. Ну, пожалуй, добавить здесь больше нечего. Поехали дальше. Ну что ж, поехали дальше. А дальше у нас легендарные приборы, которые эмулируют SSL Bass Compressor. Могу с точностью сказать, что большинство рок-треков, которые вы так любите, все это звучит через SSL Compressor, который стоит на мастер-секции консоли SSL Mixer. Давайте же разбираться, как звучит SSL Bass Compressor в представлении IK Multimedia. Здесь он называется просто Bass Compressor. Как референс я взял замечательнейший плагин от компании Cytomic под названием The Glue. Этот компрессор, по моему мнению, является самой лучшей эмуляцией SSL Bass Compressor. Мне лично он нравится больше, чем эмуляция от Universal Audio и даже чем эмуляция от самого SSL. Ну что ж, давайте послушаем, как это звучит. Если честно, я не слышу вообще никакой разницы. Давайте попробуем сделать максимальную атаку 30 миллисекунд. Я слышу, что атака отрабатывается чуть-чуть по-другому. Это цик, и даже дело, вероятно, не во времени, а вот в каких-то частотах, которые в большей или меньшей степени проходят. Но плюс-минус работа, ну, очень похожа. Что можно сказать, если вот сравнить два этих плагина. Очень классный орган управления под названием Sechain High Pass. И такой же орган управления существует и в Cytomic The Glue. Здесь он настраивается дискретно до 500 Гц, а здесь он настраивается плавно. И мы можем настроить его до 2 кГц. Давайте сравним звучание с минимальным значением атаки, чтобы явственно услышать разницу. Мне показалось, что Cytomic The Glue компрессирует гораздо бережно. Плюс в Cytomic есть еще такая очень интересная функция под названием Range. Детектор построен таким образом, что не весь сигнал на него попадает, а попадает вот все, что выше минус 40 децибел. И на слух это звучит очень музыкально, и мы слышим и понимаем, что очень аккуратно работает компрессор. Ну, из этих двух я однозначно бы выбрал Cytomic The Glue. Ну, давайте же продолжать наш обзор дальше. Классический прибор, легендарный прибор, который называется LA-2A, он основан на оптроне. Это оптический элемент, который, если на него попадает сигнал, начинает светиться, и детектор это свечение улавливает и начинает работать, начинается компрессия. И вот получается, что оптрон в LA-2A обеспечивает атаку 15 миллисекунд. Это заявлено в спецификации на этот прибор, и на самом деле это очень медленно. И это обеспечивает нам музыкальность, поэтому так любят этот прибор, в частности при записи вокала. Кажется, что вокал вообще не скомпрессирован, а по индикации мы можем видеть, что происходит компрессия пиков около 10 децибел, что очень много. Сразу можно сказать, что эти 15 миллисекунд атаки мы слышим. Сигнал не скукоживается, как в случае с 1176, при минимальной настройке атаки. Давайте теперь сравним с IK LA-2A. И напоследок расскажу про очень интересный прибор под названием Suntec 432. Звучание вот этого прибора, этого мастерингового эквалайзера, просто выше всяких похвал. Вот здесь, как вы видите, можно задавать диапазон. 6, 9, 12 децибел. И даже на 12 децибелах зачастую его работы не слышно. Вот этот плагин настоятельно рекомендую. Он очень крутой. Ну, собственно, на этом, наверное, все. Давайте подводить итоги. Ну что ж, друзья, давайте подведем итоги. Плагины от IK Multimedia Terex Custom Shop получают от Ndivax Reviews оценку 7 из 10. Некоторые из этого набора просто шикарные, как вы уже могли убедиться. А некоторые весьма странные. Но сегодня мы о них не говорили. Поэтому заходите на сайт IK Multimedia, качайте плагины, пробуйте, где мой период достаточно, для того, чтобы выяснить, стоит ли тот или иной плагин своих денег или нет. Обратите внимание, что на сайте Custom Shop есть позиции, которые подразумевают покупку бандлов. То есть, не одного плагина, а нескольких. Набора. И такие наборы продаются, как правило, дешевле. В частности, набор компрессоров. Рекомендую. Вот я его и приобрел в свое время. Ну, наверное, это все, о чем я хотел сегодня поведать. Надеюсь, своим обзором я сэкономил вам кучу времени и денег. Большое спасибо за внимание. Не забывайте оставлять лайки, дизлайки и комментарии. Я на все стараюсь отвечать. А с вами Ndivax и до новых миксов. Субтитры сделал DimaTorzok